Доброго здравия! Вы, конечно, знаете, что сила северной магии в родных богах. И сейчас, накануне 11 февраля, время вспомнить великого Велеса, бога мудрости и магии. Вспоминаем мы его в северной сказке всегда. Велес считается покровителем севера и вдвойне получается покровителем северной магии. Оглянитесь вокруг, друзья мои. Если у вас вокруг недостаточно символов бога Велеса, то, возможно, вашим чаянием может недостать силы в магических обрядах. В этом видео я расскажу о символах и знаках Велеса. Как мы представляем могучего бога? На наших славянских резах рода он выглядит воином и магом. В руке у него меч, как символ его могущества. Но меч опущен. Велес – посредник. Умный, гибкий. Предпочитает добиваться нужного он силой, а умом. Волосы у Велеса темные. Это символ того, что он намный бог, бог Нави, тесно связанный с этим миром предков. Велес считается тем, кто переводит души умерших через реку Березину, реку Забвения. И, напротив, помогает душам младенцев пересечь реку обратно. На плече у него шкура с бычьей головой. Это символ того, что Велес – покровитель богатства. Его основной знак, наиболее часто используемый, называется бычья голова. Собственно, на резах, в славянских резах рода, если они из дерева или из кости, вот как на этой резе, используется такой же знак. И в то же время невозможно удержать великого Велеса в рамках одного образа. Наус, который называется Вечный Союз, в виде такого круглого плетения, показывает нам еще одну сторону. Его любовь к Егине. Любовь, которую, как мы знаем из мифов, они сохранили через века и через различные воплощения. И все же, я могу показать вам наиболее частое понимание символики, связанное с Велесом. Показывать буду на изделиях, которые есть в нашей лавке «Северная сказка». Что могу, то и покажу. Когда делают Чура Велеса, его образ, чаще всего делают его в облачении из шкуры, шкуры с ушами. Это напоминает нам о оборотничестве бога Велеса. И о том, и символ посох. Это символ того, что Велес – путешественник между мирами. Я встречала другие символы. Например, его делают с коровьими рогами. Иногда просто и без ушей, и без рогов. Очень разные образы Велеса бывают. И я думаю, что это показывает о том, как люди часто думают о Велесе, как часто делают его образы. И это прекрасно. Знак «Бычья голова» – все же наиболее любимый знак на оберегах из кости и рога. Например, на этом обереге из рога лося. Простой древний знак в виде «Бычьей головы» или перевернутой буквы «А» и традиционный материал, вполне доступный в наших северных лесах. Вот и получается впечатляющий оберег для тех, кто ищет покровительство могучего Велеса. Правы будут тем, кто говорит, что Велес прежде всего покровитель мужчин и мальчиков. Но правы и те, кто считает, что и женщина для получения магической силы и социального успеха тоже может носить этот оберег, оберег в богомагии. Например, такой небольшой из рога лося вполне прекрасно подойдет женщине. Наша любовь и уважение к покровителю севера выражается в том, что только для оберега всего с знаком мы оставляем наш редкий материал – бивень мамонта. Несчастливое количество лет пролежали эти бивни в нашей вечной северной мерзлоте. И вот, наконец, достойное применение знак могучего покровителя бога севера, бога Велеса. Так же, как и оберег из зуба кашалота, добыча которого сейчас запрещена. Наши мастера пользуются старыми запасами, которые редеют с каждым месяцем. Мастера берегут каждый небольшой кусочек драгоценного материала. И очень удачно получилось несколько изящных женских оберегов из зуба кашалота со знаком Велеса. Или же для мальчика, для мощной защиты и развития великих способностей. Эти клыки узкие. Знак не всегда получается симметричным. Он следует обычно изгибам материала. Поэтому на обереге, на круглой плашке из белой кости быка, мы постарались сделать этот знак наиболее ровным, насколько это возможно для ручной работы. Этот белый знак прекрасно подходит к знаку Велеса, который, как вы помните, изображается часто с бычьими рогами. Тем не менее, есть еще символы, которые относятся именно к Велесу. Вы, возможно, удивитесь, но змеевик. Древнее украшение, которое находит в самых старых раскопках, также принадлежит Велесу. Змеи – это потворники великого бога. Его спутники в другие миры, хранители кладов и существа, способные менять погоду. Поэтому обладатель оберега змеевик подчеркивает прежде всего свои магические способности, освещенные тысячелетиями. Надо сказать, что есть еще и знак Треглав, тоже известный знак, символизирующий связь трех миров. И Треглав также напоминает нам о Велесе, путешественнике. Символ Велеса может быть также в виде изображения медвежьей морды или медвежьего когтя. Множество легенд связано с оборотничеством родных богов вообще, Велеса в частности. Присутствие живого медведя на традиционных славянских праздниках изначально связано не с тем, что эти животные чрезвычайно умные, сильные, ловки, а с тем, что с присутствием медведя наши предки надеялись на присутствие Велеса на празднике в лечении медведя. В нашей лавке «Северная сказка» можно найти нашивки с знаком Велеса «Бычья голова», большие или маленькие. Маленькие удобно нашивать на одежду, а большие использовать в обрядах. Например, в центре, в середке алтаря, на место соли или под соломкой. Надо сказать, что в традиционной северной архангельской вышивке знак Велеса имеет другие очертания, менее узнаваемые. Вы можете посмотреть на этот знак в статье о знаках Велеса на нашем сайте севернаясказка.рф Пойдемте дальше. Дерево. Традиционный материал для славянских оберегов. И наши мастера сделали такие обереги со знаком Велеса, избука и кедра. Знак Велеса здесь обрамлен с солнцем. Солнце, конечно, все знаем. Один из часто используемых символов у славян, огнепоклонников. Надо сказать, что в мифологии каждый излом солнца весной, летом, осенью или зимой означал приход Велеса, несмотря на то, какие солнечные боги в это время брали власть над миром. Ярила, Купала, Асень или Каледа. Велес всегда приходит на эти праздники. И Велес всегда символ изменений в мире и в человеческой судьбе. Вот серебряные обереги. Серебро – это достойный материал для Велеса. Гораздо более подходящий, чем яркое золото. В серебре магия. В серебре тайна. И это как нельзя лучше подходит к мудрому, величавому Велесу, иногда изображаемого как седовласого прекрасного старца. Оберег может быть круглым или просто в виде литого знака, весомо подвешенного на груди у мага или ворожея. И может быть в виде медвежьей лапы. Медвежьи лапы – это символ владения собой и пространством. Лапы могут быть более объемные или же вот такого плоского вида. Обереги Велеса носят или на черном шнуре из натурального материала, или серебряной цепи, или на кожаном шнурке с серебряными вставками. Это достойное обрамление для оберега такой большой силы и мощи. В заключение хочу сказать, что Велес – один из самых почитаемых славянских богов, которого помнили во все времена Двоеверия. Как бы его ни звали – Велес, Волос, Власий. В любом облике он даровал человеку, носящий его знак, личную силу, мудрость, способность к магии, благополучие в всех областях жизни. Друзья мои, позовите покровительство этого великого бога. Наполните свою жизнь его знаками. Пусть Ваша жизнь станет наполненной радостью, а Ваши дела – мудростью. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok